Мотобратья Республики Дагестан и других уголков России собрались на территории Анжи-Арены на открытие долгожданного мотосезона и первого официального дома для байкеров «Ночные волки». Один из представителей объединения Раджаб-Раджабов считает, что существование таких сообществ необходимо для начинающих байкеров, дабы разъяснять им основные правила безопасности езды на мотоцикле. Мы уже видим, что дети рвутся на мотоцикл, аж загораются и научить можем. Делаем все нормально. Есть своя дисциплина, свой устав, чтобы не нарушали, чтобы не гоняли. Много есть таких несчастных случаев, поэтому мы стараемся все это объяснять, те, кто хочет покататься. Если кто-то не умеет, но хочет кататься, стараемся научить технику. Сам Раджаб уже третий год носит кожаную жилетку с ярким и о многоговорящим названием «Ночные волки». Он последние годы совместно с мотобратьями обновлял территорию кирпичного завода для того, чтобы у байкеров был свой уголок. Теперь они спокойно могут принимать свои ряды новобранцев, но важно отметить, чтобы стать одним из них, нужно иметь не только мотоцикл, но и желание съездать с клубом свою жизнь. Во-первых, человек хочет стать мотоциклом, у него есть мотоцикл, он хочет к нам в клуб. Мы даем ему год экзамен, чтобы мог определиться, нравится клуб, не нравится клуб, как его все. После этого, когда он год поездит с нами, у него жилетка такая, без цветов. Мы ему потом принимаем клуб, одеваем жилетку, принимает он, анкету заполняет, отправляем в нашу Москву. Потом он принимает присягу или клятву, и он уже полноценный член нашего клуба. Кроме того, байкеры в честь открытия мотоцикл решили возложить цветы памятникам погибших солдат в ходе Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане, а также посетить центральную джума-мечеть имени Саида Афанди. Вскоре ночные волки отправились на официальное открытие мотоцикл, где их ждала концертная программа и представители администрации города, заместитель главы Каспийска Казбек Демиров и военный комиссар Марат Пашаев. Мотоклуб, я тоже заметил, здесь у нас состоит из разных людей, разных увлечений, но тем не менее, мотоклуб объединил всех, которые здесь сегодня находятся. Я, в свою очередь, надеюсь, что открытие мотоцикл будет в часть и помощь тем же сотрудникам полиции. Завершилось мероприятие поднятием флагов, которые теперь будут развиваться в небе над клубом байкеров.